всех приветствую на канале герчи коко с вами виктория сепчук тема данного видео будет про параметры точки входа в этом видео расскажу вообще что такое точка входа из чего она состоит потому что точка входа это также ваш алгоритм это часть алгоритма и у точки входа есть своя схема у меня расписано вот по пунктам как торгую конкретно я да то есть на самом деле точка входа это не что-то такое что вот вы увидели например вложенный пробой вы сразу в него заходите либо вы торгуете отбой вы торгуете отбой просто каких-то разных ситуациях от разных уровней а почему системность и закономерность и чтобы ваши сделки были похожи друг на друга очень важно потому что вас вас приведет именно такая торговля систематическая приведет вас хорошей статистике это самое главное самое первое самое важное в точке входа это уровень то есть какой уровень вы берете да смотря конечно же все зависит от сценария например на графике да то есть вы смотрите какую какой уровень рассматривать там ложный пробой отбой либо пробой вы смотрите уровень чего да потому что уровне достаточно много есть Есть уровни излома, есть уровни, образованные паранормальным баром, есть лимитные уровни и так далее. Вы себе должны расписать под каждый сценарий, какой именно уровень вы торгуете. Также под уровнем подразумевается подход к этому уровню, то есть закрытие, какое оно должно быть, близкое, далекое, предыстория цены. Если вы, например, где-то вот тут заходите, что было до, то есть что должно быть, у вас должно быть все в сценарии, заложено в данном сценарии. Вы должны знать, что произошло, чтобы уже принимать решение. Ваши картинки не должны быть похожи. Например, длинное безоткатное движение. Я захожу, например, на отбой после длинного безоткатного движения. Если вы увидите предысторию, что здесь движение было не безоткатное, то вы, например, в данную сделку уже заходить не можете. То есть у вас каждая точка входа должна быть расписана от и до. Что должно произойти, что было до, чтобы эти сделки все были у вас похожи. Это уровень. Второе, это сценарий. Что вы торгуете от данного уровня? Пробой, ложный пробой или отбой. Три сценария есть на рынке. Вы здесь уже выбираете. Конечно же, если это пробой, вы берете ближайший уровень. Если вы торгуете, например, ближний ретест, допустим. Если вы далекие уровни берете, вы торгуете, например, дальние ретесты. Или вы берете проторговки и так далее. То есть вам нужен, на самом деле, это все в связке. То есть нет такого, что уровень, вы смотрите где-то, например, вы торгуете что-то здесь. И вы смотрите уровень какой-то вот тут непонятный. Который абсолютно уже не имеет силу, допустим, в данной ситуации и уже не так актуален. Поэтому уровень и сценарий, они всегда идут в связке. Далее, таймфрейм. Какой таймфрейм вы смотрите? Например, вы увидели точку входа на дневном графике. Куда вы смотрите? Точка входа, она где должна быть? На дневном этом же таймфрейме. Или на часовике вы смотрите. Или на 5 минутке. Или на 15 минутке. Вы должны это все сами проверять. То есть вы пишете свою торговую систему, вы торгуете. И вы должны сами себе все расписывать. Потому что у каждого свое видение. Вот конкретно я, я очень крайне редко смотрю минутки. Я минутки могу посмотреть только когда я вижу сценарий, например, на 4-х часовике. Либо на часовике. Только тогда я могу перейти на минутки, на 15 минутки, на 5 минутки. И смотреть точку входа там по отношению, опять же, по отношению к уровню, который я обозначила здесь. На основном своем таймфрейме. Да, если я сейчас говорю про внутридневную торговлю. Если вы видели дневку, вы смотрите, опять же, как вам удобно. Например, да, вот если я смотрю дневку и, например, вижу ложный пробой, либо пробой, да. В основном это пробой. Очень ложные сигналы мне частенько дают минутки. То есть я их не использую. У вас может быть другое видение и совсем другой подход к торговле. Поэтому таймфрейм, он также очень-очень важен в вашей точке входа. Волатильность. Какая волатильность должна быть? Если вы торгуете, например, пробой, там своя волатильность. Если вы торгуете отпой, там своя волатильность. То есть вы смотрите, в первую очередь, да, также новости прикрепляете к волатильности. Вы смотрите, какой новостной фон на этот день. То есть перед новостями, перед важными, конечно же, лучше не заходить. В основном, про волатильность скажу пару слов, в первые часы сессии, вот, например, если мы сейчас берем форекс, европейская сессия, азиатская, американская сессия, начало открытия сессии, в первый час торгуется пробой, ложный пробой. От бои в первый час не торгуются. То есть вы уже смотрите, да, в зависимости от вашего сценария. Если вы торгуете от боя, вам, в принципе, вы можете обходить эти новости. Но если вы берете пробой, ложный пробой, вы, скорее всего, если вы будете открываться перед новостями, вы будете попадать именно под вот эту вот новостную волатильность. Очень частенько так бывает. Далее, время захода. Опять же, я сейчас все это в связке, да, вернусь к волатильности. Время захода – это ваша торговая сессия. Например, рынок акций. В первый час идут объемы. В основном, в основном бывает так, что ложно рынок заводит в одну сторону, второй час начинается, рынок разворачивается, совершенно идет в другую сторону. Вы также это учитываете, если вы торгуете пробой, либо ложный пробой. От бои торгуется в более спокойное время, не в первый час. Что это касается также акций и касается рынка форекс. И последнее – это стоп и тейк. Из чего, да, состоит точка фода – это последний пункт. Почему последний? Потому что вы сначала должны определить вообще направление рынка и понять, ваша ли это картинка и ваш сценарий, и только потом вы смотрите. Опять же, это все в связке. Например, если спокойная волатильность, вы можете поставить короткий стоп. Тейк у вас должен также быть рассчитан, да, то есть или вы ставите расчетный тейк при каком-то определенном сценарии. Если у вас пробой, какой вы тейк ставите? Там, поджатие – у вас такой тейк. При проторговке – у вас такой тейк. При ложном пробое – у вас такой тейк. При лимитном отбою – у вас такой тейк. То есть у вас тейки также, они разные бывают от зависимости от сценария. Поэтому стоп и тейк вы также рассчитываете. Стоп у нас ставится, да, от уровня, от волатильности, от сценария. Опять же, да, и от таймфрейма. Видите, это все в связке. Например, стоп, если вы будете ставить по 15 минутки, вы можете поставить 10 пунктов. Если вы будете стоп ставить на дневке, вы поставите, например, 30 пунктов. В принципе, и там, и там – это верно. Но тут уже нужно смотреть, правильно ли вы ставите стоп на 5 минутки – 10 пунктов. То есть не выбьет ли вас по стопу, и, возможно, понадобится перезаход. Поэтому все очень индивидуально. У каждого своя торговая система и подход. Но это самое важное, что у вас должно быть. Желательно, это все должно быть расписано. У меня лично вот расписано, я пишу в текстовом варианте. Также я себе делаю картинки в пейнте. Просто рисую бары. Какой сценарий я торгу, где я ставлю стоп, где я ставлю тейк. Как должна картинка выглядеть внутри дня. Какой таймфрейм я смотрю. Какая должна быть волатильность. В какое время я захожу. То есть у меня при каждом сценарии. Сценариев недостаточно много. При каждом сценарии я все расписываю. То есть у меня определенно есть схема. В принципе я вам также рекомендую все расписывать более подробно. Потому что это вас спасет от лишних убытков. И даже бывает такое, что рынок идет в вашу сторону. Вы видите, вы поставили правильный уровень. Вы определили правильное направление. Определили правильный сценарий. Но вам не позволяет волатильность и время захода. То есть что-то мешает. Когда вы не вписываетесь в эти пункты, вы не можете заходить. Вы просто себе говорите нет. Даже если рынок идет. Просто вот это самое, наверное, самое сложное для трейдера. Не заходить тогда, когда не срабатывает ваш сценарий до конца. Скажем так. То есть вы вроде как близки. Но в точке входа что-то не то. То есть что-то не хватает. Вот как раз таки того, что не хватает, не нужно просто туда лезть. Нужно заходить тогда, когда 100% все идеально. У вас будет сделать меньше, да. Но зато они будут более надежны. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Это ваша благодарность. Также подписывайтесь на наш канал Герчако. Кто еще не подписан, чтобы не пропускать следующие видео. И всем успешного обучения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok